Здравствуйте, дорогие друзья! Арсений Горичев, врач, стовопат и клинический психолог. Про чувства и о лекситимии. Такое состояние, когда люди не могут выражать своих чувств. Им кажется, что если они что-то скажут про то, что они чувствуют, то их засмеют или как-то осудят. Вот есть каменное лицо, это непроницательность, это говоришь с таким человеком, но я на приеме с ним разговариваю и понимаю, что он вообще не пробиваемый, мне надо каждого, каждое слово до него добиваться. Я говорю, вы меня поняли? Скованность этой мимики, эта маска прилепилась к нему и никак он от нее отлепиться не может. Откуда это берется? Берется это из детства опять. Мы все родом из страшного детства. Ребенок начинает проявлять себя, его балуется, как говорят, его тут же останавливают и пугают, наказывают. Кстати, то же самое происходит с горлом, вообще лицо горла. Ребенок, он сам по себе, как собака, он имеет изначально естественный природный тон, он говорит таким тоном, который ему соответствует наилучшим образом, но это получается громко, но это естественно, потому что это естественный тон и его сразу же останавливают родители, говорят, не ори, не балуйся, сиди тихо и как-то его подавляют, чем это можно. Анатомо физиологически получается, что он спазмируется, он входит в этот зажим, в горле очень много мышц, он зажимается и давайте смотреть теперь сколько у нас в детской практике проблем с лорсферой. Тогда мы посмотрим на этих детей, это застойный ребенок, ребенок вот здесь скованный, его можно пропальпировать, гортоноглодочный блок, ткани его горла, подъязычную кость, пропальпируем и понимаем, что он здесь закрыт, он здесь стоит, у него нет здесь движения. Один из способов избавиться от этого разрешить это, разрешить ему орать, разрешить ему говорить, быть ему несерьезным, просто пусть он будет ребенком. Ну, со взрослыми все то же самое. Есть люди, конечно, эмоциональные, они все проявляют, они очень плачут и смеются, их спектр богатый, как хороший набор цветных карандашей, где даже там розовых будет три. А есть люди с очень минимальным этим набором, все вот это и все, больше ничего там нет. Он или злится, или у него какая-то депрессуха, больше нет у него радости, он не понимает радости от того, что он живой, ничто его не пробивает, он и новости эти смотрит, идиотские, наполненные кровью и агрессией, и каким-то бредом, и каждый день в его эту голову это все заходит, и даже на это он не реагирует, даже на это он не реагирует. Все, он тупой, все, он тупой, понимаете. Значит, посмотрите, что мы, что я про других говорю, на себя посмотрите, я сам на себя смотрю, всегда ли я какой-то открытый и могу проявлять это, или мне тоже страшно бывает, думаю, вдруг я сейчас скажу что-то, а они обо мне такое подумают. Да и хер с ним, думайте, что хотите, какая разница. Это кажется только, не знаю, в 13 лет, что весь мир крутится вокруг тебя, все ходят на тебя только и смотрят, и думают, чтобы о тебе такого узнать. Да люди думают только про себя, мое частное наблюдение. Их другое вообще ничего не интересует. Они на себе все сконцентрированы, все через эту призму первой позиции. На меня посмотрели, мне сказали, со мной что-то сделали, какие-то ко мне нападки на меня есть. И из-за этого есть рефлексия, как у червяка. Вот примерно картина, как мне кажется. Вот, что-то ничего утешительного я не сказал. Надо выходить все-таки на что-то улучшающее нашего и вашего жизнь, да, совместную. Ну что, есть у нас и выход, да. Мы можем, сначала, если вы совсем скованы, ну совсем, вы уж такой уж прямо вот-вот совсем, вот не можете ничего сказать, ни слова жопа не можете сказать, там вас сразу в подкидает и все, вы все, как будто вы что-то такое сделали, преступление уголовное. Вот. Не можете там осознаться, что вы когда-то вообще пукали или еще что-то сделаете. Ну хорошо, пусть так будет. Если вы совсем такой-такая, ну идите вы на группу, на групповой терапии, вы как-то там вас растеплят в этих лабораторных условиях и вы будете более-более менее. Либо идите вообще в искусственные условия. Например, это танцы. Ну танец, это вообще бред сивой кобылы. В нем никакого нет, болты не точат там, продукцию не производят, то есть времяпрепровождение, да. На самом деле это круто. Вы там раскрепоститесь, вас как-то там под музыку, все это и условия подходящие. Либо идите в театральный кружок, потихонечку расшатайте это. Ну и тренируйтесь, ходите, подходите к людям, что-нибудь спрашивайте. Скажите, здравствуйте, я вот ищу центральный почтамп. Не могли ли бы вы мне подсказать, где он находится? Вам скажут, здесь почты нет, почта там. Большое вам спасибо, хорошего вам дня, успехов, здоровья, денег. И пошли. Вот походите, потренируйтесь, подойдите к таксисту, фигню, спросите. К милиционеру подойдите. Подойдите, спросите, если вы трезвый, ничего с вами не будет. Потренируйтесь в магазине. Вот хорошая тренировка, вот вы стоите там, покупили в пятерочке еды своей. Вам говорят, с вас 2300 рублей. А вы говорите, что так дорого? Ну просто ради прикола, ради тренировки, понимаете, в кафе, да везде. В общем, тренируйтесь, натренируйтесь в таких искусственных условиях, когда вы управляете ситуацией. В том месте, где вам по-настоящему придется быть живым, вас это произойдет. Естественно, самым хорошим способом решение найдется.